МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Западная Украина. Прикарпатье. Удивительное природное образование. Водопады, крутые скалы, вековые леса, открытые пешеходные маршруты любой сложности. Гуцульская культура, постоянно действующая ярмарка, выставки народных промыслов и ремесел. Парк-миниатюр, колоритные гуцульские фестивали, традиционная кухня почти в каждом заведении. Поэтому наш город на уикенд — зеленая жемчужина Карпат. Яремче. Приветствую вас в городе Яремче. Меня зовут Кристина Мартынюк, и сегодня я буду вашим гидом в этом красочном карпатском городе. Первое письменное упоминание о Яремче датируется 1787 годом. И это название упоминается в Йосифинской метрике в тогдашнем земельном кадастре. Как гласят предания и легенды, название города произошло от имени первого поселенца — Яремы Годованца, который якобы выбил кусок земли среди гор и поселился здесь. Сегодня я приглашаю на экскурсию по этому замечательному городу и постараюсь показать вам самые интересные места. В этом карпатском городке всегда можно найти занятия по душе. Спокойный отдых на лоне природы или экстремальное приключение. Визит в сакральные сооружения, которых на территории и окрестностях города Яремче немало. Здесь есть гостеприимные дворы, гостиницы, где можно переночевать, вкусно поесть. Одним словом, туристы сами должны выбирать маршрут, по которому будут знакомиться с этим живописным городом. Приезжающим Яремчу я советую посетить музей этнографии и природы нашего края, где расположена очень интересная экспозиция о Яремче и окрестностях. А сейчас давайте знакомиться с музеем. Музей находится в самом центре города Яремче по улице Свободы. Ранее он назывался Краевой музей освободительной борьбы, в советские времена — музей партизанской славы, а сейчас это музей этнографии и экологии Карпатского края. Мы находимся в музее этнографии и экологии Карпатского края. Здесь сейчас представлена экспозиция, которая размещается в трех залах. Работает наш музей еще с начала 60-х годов. Мы сейчас с вами находимся в светлых отремонтированных залах. Тут выставляются шедевры мировой культуры и также украинские. Наш музей исключительный, потому что мы работаем с разными выставками. Гости нашего города могут видеть каждый раз новую экспозицию. Работники музея сотрудничают с известными украинскими художниками, народными мастерами, коллекционерами, поэтому в их музее экспонируются всегда интересные выставки и проходят творческие мастер-классы. Сейчас в первом зале экспонируется выставка художественного братства художников Ивано-Франковской области. Это вторая выставка братства. Первая была «Врага тени», а теперь они захотели выставиться в нашем музее. А этот зал, в котором мы с вами находимся, здесь есть выставка из частной коллекции Александра Чернова. Александр Чернов возглавляет общество Григория Сковороды в Хмельницком. Здесь представлена коллекция народных икон Подольского края супругов Ларисы и Александра Чернова. В третьем зале представлены работы студентов Вижницкого колледжа декоративно-прикладного искусства. Эта экспозиция очень яркая и привлекает многих посетителей музея. В этом зале представлена резьба по дереву, металл, ткачество, вышивка. Очень много серебряных украшений. И все они являются уникальными, потому что каждая вещь представлена в единственном экземпляре. Мы тесно сотрудничаем с этим замечательным учебным заведением и вскоре ожидаем новую выставку в этом году. Хочу показать вам еще одну визитку города Еремчи. Это деревянный ресторан-музей Гуцульщина, который построен по всем канонам местной гуцульской архитектуры и, заметьте, без единого гвоздя. Рядом с уникальным зданием ресторана-музея находится знаменитый местный сувенирный рынок. А сейчас приглашаю вас совершить эко-шопинг на знаменитых сувенирных рынках и купить себе сувенир на память о городе Еремчи. Яркие гуцульские безрукавки, кептарики, шерстяные теплые носки, поделки из дерева, кожи, разные сувениры, карпатские чаи, настойки. У туриста разбегаются глаза от увиденного. Но, поверьте, еще ни один посетитель этого рынка не возвращался домой без карпатского сувенира. По звуку воды вы уже, наверное, догадались, что мы находимся рядом с водопадом. И действительно, это водопад Пробий, который является визитной карточкой нашего города Еремчи. Водопад является одним из любимых мест отдыха, независимо от времени года. Говорят, что когда-то высота водопада достигала 25 метров, но она уменьшилась из-за сплава по реке вырубленного леса. Своё название Пробий водопад получил от того, что вода как бы пробивает себе путь между огромными и мощными каменными глыбами. Неповторимость водопада не только в его красоте, но и в удобном расположении. Туристам не нужно подниматься высоко в горы или преодолевать долгий путь для того, чтобы прикоснуться к прекрасному чуду. Пробий сам пришел к людям, ведь расположен в самом центре славного прикарпатского города Еремчи. Это роскошь, доступна для всех без исключения. Было бы только желание здесь побывать. У водопада всегда людно, туристы фотографируются. Для удобства гостей над водоемом возведен 20-метровый мост, с которого открывается изумительный вид на настоящее карпатское чудо. Голубая бездна водопада просто завораживает. Город Еремчи признанный эко-курорт. Одно только пребывание, в котором имеют заметные лечебные свойства. Благодаря чистому воздуху и альпийскому климату здесь можно оздоровить организм. Начиная с очистки легких и нормализации давления до улучшения работы сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта. Санатории в городе Еремчи в большинстве своем имеют общий оздоровительный профиль. В лечении и профилактике заболеваний используются природно-климатические условия и минеральные воды. Прогулявшись вдоволь по городу Еремчи, посетим еще одно живописное место в урочище Жонка, а именно парк миниатюр Карпаты в миниатюре. В этом месте собрана коллекция самых интересных объектов культурного и исторического наследия Карпатского региона. Но коллекция постоянно обновляется. Этот парк-музей стал новой туристической локацией и одновременно площадкой для нестандартного изучения географии и истории Карпатского края. Вот так выглядит монастырь святого пророка Ильи в миниатюре. Каждый макет подробно отражает архитектурные памятники и объекты культурного наследия Карпат. Среди объектов есть ресторан-музей Гуцульщина, построенный без единого гвоздя. Музей миниатюр расположен на территории Карпатского национального парка на берегу живописной карпатской реки Жонка. А если подняться немного вверх, то можно попасть в вольерное хозяйство, где содержатся различные животные. Познакомиться с природой Карпат можно непосредственно на территории вольерного хозяйства Карпатского национального парка. Здесь содержится много видов животных, в частности, это олени, дикие кабаны, очень много разновидностей карпатских птиц. Их здесь можно увидеть, покормить и насладиться общением с ними. Ну, это не зоопарк, поэтому разницу между первым и вторым видно сразу же, как только сюда попадаешь. Здесь животное наполовину содержится на свободе, в довольно просторных вольерах или просто на огороженных металлической сеткой больших территориях, где они чувствуют себя действительно комфортно. Также здесь находится реабилитационный центр для диких животных, где они восстанавливаются после тяжелых травм. Кроме того, что здесь можно увидеть разных животных, их еще можно самим и покормить. Конечно, только привычным для них гостинцам еду для зверей можно приобрести на входе в вольерное хозяйство. Вблизи вольера очень хорошее искусственное озеро. Там живут лебеди и утки, которые совсем не боятся людей и приплывают к берегу, чтобы их покормили. А если вы устали, то здесь есть лавочки и беседки, где можно отдохнуть и полюбоваться живописными горными пейзажами. Лучшим завершением прогулки по городу Еремчи станет посещение настоящей хижины, где готовят карпатские вкусности. Поэтому приглашаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Хотелось бы попробовать ваше фирменное блюдо. Приглашаем, пожалуйста. Проходите. Гуцульская кухня вкусная и особенная, поскольку процесс приготовления отдельных блюд довольно сложный и длительный. Готовят гуцулы все свои вкусности на чистой родниковой воде и преимущественно на открытом огне. Поэтому, если будете в этом уютном уголке Еремчи, обязательно посетите этот ресторан. Пока готовится блюдо, можно сделать селфи с медвежонком. Приглашаем попробовать наши фирменные ребрышки, жаренные на открытом огне в горчично-медовом соусе с острым перчиком. Также вы сможете только у нас попробовать салат червона рута и сладкой красной свеклы с черносливом и мягким белым сыром под ореховым соусом. А еще фирменную грибную юшку, сваренная на белых грибах и сдобренная молоком, подается снежным паштетиком и двумя золотистыми греночками. Приглашаем также попробовать наши голубцы гуцульские, начиненные белыми лесными грибами и мясом с подливой из белых грибов. Ну и, конечно, карпатская речная форель, которая не оставит равнодушным самого требовательного гурмана. Для хорошего настроения и прекрасного аппетита предлагаем попробовать нашу фирменную пристрелку. Сет фирменных наливок, состоящий из всего понемножку. Приятного аппетита! Очень вкусно! Ради таких ребрышек стоит приехать в Яремче. Вкусный ужин, интересная прогулка по городу и отличное настроение завершили сегодняшний день. А завтра нас также ждет еще много интересного. Отправимся в гости к мастерице, которая делает уникальные гуцульские куклы. Побываем в деревянном монастыре святого пророка Ильи и в музее символики обычаев гуцульщины. А еще услышим, как играет на гуцульских цимбалах и поет талантливый местный музыкант Владимир Мироняк. Путешествуйте по Украине, открывайте новые города и рассказывайте о них всему миру. Пусть каждое путешествие будет ярким и незабываемым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова